слышишь меня да 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 это да ты нас не увидит включим слушаешь меня включи камеру наталья меня зовут любомир я украинский журналист можете включить камеру она не включается у меня почему-то нет ключа вот сейчас есть вот есть камера теперь видно да вот немного ниже поставьте чтобы лицо было мужу видно ваш все вижу вот отлично наталья этот разговор записывается согласны ли вы на это смотрите вот мы с мужем общались вы как его жена можете объяснить мне как украинскому гражданину за что вас ваш муж воюет здесь но хорошо ну призвали но цель войны какая ну войны всегда есть цель и у приказа всегда есть цель наверное наше российское государство какой-то цель приветствует ну хорошо какую вы можете мне объяснить этого я уж не знаю а кто из россиян что-то знает в стране что мы защищаем донбасс от кого наверно кто напал а кто напал на донбасс а донбасс это чья территория была украинская она остается украинской россия участие приняла в войне на донбассе в четырнадцатом году или нет этого я не знаю не скажу вам но вы уверенность ну как вы только что сказали что смотрите телевизор ему доверяете в социала а теперь мне говорите что телевизор не смотрите что я смотрю телевизор но вы сказали что украинцы напали на донбасс в это услышали с телевизора нет не из телевизора откуда кто вам это сказал интернет источником каким всякие разные видео где-то что-то проскальзывает в интернете все открытом доступе хорошо а зачем тогда защищая донбасс россия напала на херсон киев со всех сторон и запорожье ну вот передо мной сидит вас муж он за что-то пошел воевать вода я поэтому спрашиваю вас как жену как гражданина рф он за что здесь сидит вот сейчас передо мной я еще раз вам говорю призвали пошел а если завтра его призовут на убой вы тоже согласны будете правильно извините конечно раз никто больно не спрашивает и вот либо другого вы же тоже наверное смотрите наши новости или там я не знаю также в интернете просматриваете да я смотрю но мы не лезем в россию меня мало интересует ваша жизнь как народа вашего честно вам скажу вот у вас мальчик да я вижу сын да вот вон когда-то подрастет и 18 лет или в 16 спросит мама а за что наш папа воевал вы сможете ему ответить также отвечу а может мальчик будет по умнее родителей спросит а это как бездумно нужно все делать во первых мальчику наверно в школе история будет учить этому согласитесь но так как при продается история да ну я не верю в историю то что преподают в россии скажут наверное что здесь нацисты все также говорят да как какие там уроки мы читаем там этого патриотизма у вас есть патриотизма сейчас уроки нет просто уроки истории не а ну вот мальчик будет умный будет знать языки какие-то и будет спрашивать родителей за что наш папа воевал в украине дорогая мама катерина как говорят все источники что я вам даю вопрос что не так было с донбассом что не так было с донбассом если бы россия в 14 если бы россию в четырнадцатом году не вмешалась все бы нормально было с донбассом ну вы думаете что это вот простые люди пошли и да и просто стали вмешиваться нет это не простые люди это бывшие фсбшники вы знаете кто такой игорь стрелков гирки посмотрите что он говорил полыхнула война потому что я нажал на спусковой крючок войны если бы россия не вмешалась ничего бы не было там но вы же мне рассказываете о каком-то телевизоре о донбассе я не телевизоре рассказываю интернете ну пусть будет в интернете вы готовы чтобы ваш муж умер здесь за донбасс как вы говорите а зачем они идут в том числе ваш муж пошел тогда я вам ответила на этот вопрос не ну значит вы готовы чтобы он здесь умерел правильно я бы я понимаю да жена говорит да нет не про так огнет сказали призвали вот и отправили ну все призвали идем на убой телеги интернет говорит идем на убой умираем ну своих же мозгов нету вы понимаете что это вообще удачи что мы все сейчас все трое общаемся как бы да это большая удача вернулся бы героем сколько там выплачивает за труп мужа в россии черном пакете бы вернулся как вы говорите умер за донбасс правильно и на уроке истории бы вещали папа наш был герой но это такая картина катерина уже так 120 тысяч российских солдат умерло алло политики не могут договориться вот и какие политики ну какие политики ваш президент наш президент а мы не на мы не мы не заходили в россию извините меня катерина это вы зашли в украину и ваш президент призвал таких вот мужей как ваш о чем договариваться с людьми которые убивают насилуют мародерству и здесь в чужой стране говорили вы с ней а не я с ней поговорили вы с ней они есть чтобы вышли чтобы как-то мирно все это решить о чем договариваться вот об этом и договариваться там вся страна такая вся такая страна я так понимаю все россияне такие да то есть они решали себя в стране ничего не хотят правильно мужа вашего 30 косарей зарплата он пошел мобилизироваться 170 чтобы убивать она мне рассказывает о каком-то договорнике это какой-то траж я вам рассказываю о том чтобы сюда вышестоящие люди должны договариваться о том чтобы выводить войска как-то мирно договариваться так вас же муж часть политики катерина ваш муж часть политики он уже часть политики вы этого не можете понять кастя когда последний раз на также разговаривала с наташей когда разговаривала сегодня утром с германом не говорила говорить ничего не говорит ну решается почему так украинской стороны вас нету в списках пленных ну а здесь говорят наоборот все понятно ясно ладника всем привет нами позвони хорошо а ты номер ее знаешь наизусть наизусть не знаю а у сашки в телефоне записан может посмотреть подожди нет может у саши есть телефоне каши нету сашу я вкусно на соревнования все катерина все времени нету надеемся что сын будет поумнее своих родителей пока что еще да пока пока все а